Здравствуйте! В эфире программа «Время новостей» в студии Ирина Варсан. Сегодня вы увидите. Открытое, но не совсем. Хотя и было принято решение, что дело Илона Шора теперь будет рассматриваться публично, судьи запретили снимать на камеру сегодняшнее заседание. Что говорит по этому поводу, сам депутат, расскажем в новостях. Видео, в котором Игорь Дадун якобы получил деньги от Влада Плохотнюка, было распространено одним из депутатов. А примар Бельц утверждает, что глава государства всегда трепетно относился к деньгам. Какова реакция президента на происходящее? Авиаинвест обвиняет президента в рейдерской атаке и предъявляет правительству иск на 885 миллионов евро. 30 дней ареста для водителя, который спровоцировал аварию в столице, в результате которой погибли два человека. Суды апелляционной палаты Когула потребовали сегодня от прессы удалиться из зала суда, где проходило заседание по делу Илона Шора. Это вопреки тому, что ранее решением судей заседание сделали открытыми. В конечном итоге рассмотрение в Когульской инстанции решили перенести, а Илону Шору и вовсе навязали государственного адвоката. Несмотря на то, что 12 мая апелляционная палата Когула постановила, что заседания по делу Илона Шора должны быть открытыми, 18 мая прессу в зал заседаний не пустили. В ходе заседания адвокаты Илона Шора, Аврелию Каленко и Денис Калайда потребовали дать им 30-дневный срок для изучения материалов дела. Однако судьи решили, что следующее заседание состоится 22 мая в 15.00. Уголовное дело включает в себя много материалов, которые были представлены коммерческими банками Республики Молдова и некоторыми банками из-за рубежа. Поэтому проанализировать такой сложный материал за три дня невозможно. Кроме того, суд потребовал, чтобы на следующем заседании присутствовали государственные адвокаты, несмотря на то, что Илон Шор этого не просил. Ответчик Илон Шор не отказывался от своих адвокатов, но суд потребовал на следующем заседании присутствия государственных адвокатов. Более того, суд на каждом заседании 5 и 12 мая постоянно вызывает адвокатов официально. Это очень серьезное нарушение в отношении защитников Илона Шора. Все это наводит на вопрос о том, насколько объективен суд и будет ли это справедливый судебный процесс. Оба защитника говорят, что принесут доказательства о демонстрации давления на судей со стороны властей. Мы готовим интересные ходатайства для общественности о том, как у нас делаются уголовные дела. Прокурор, который ведет это дело, Ирина Гергиштян, с прессой не общалась. На заседании, однако, она потребовала отложить рассмотрение дела, так как, по ее словам, Министерство финансов должно обратиться в суд на основании запроса антикоррупционной прокуратуры. Однако суд просьбу прокурора отклонил. Председатель политической партии Шор, депутат Илон Шор заявил, что злоупотребление и устранение прессы из зала суда еще раз демонстрируют лживый и лицемерный характер режима. Об этом депутат написал на своей странице в социальной сети. «У меня не было иллюзий насчет справедливого разбирательства. Понятно, что суд выполняет четкий приказ, отданный Дадоном. Решение об открытых слушаниях было формальным, чтобы замять процессуальные нарушения, которые уже сами по себе дискредитируют будущий вердикт», — отметил Илон Шор. Представители суда отметили, что не комментируют эти обвинения, так как судьи апелляционной палаты Кагула не уведомляли о подобном давлении. Добавим, что ранее Илон Шор представил доказательства давления, которое оказывают на апелляционную палату Кагула люди из окружения Игоря Дадона. На видео сняли встречу бывшего президентского советника по юридическим вопросам Максима Лебединского и председателя суда Руслана Петрова. В интервью нашему телеканалу Руслан Петров отрицал, что обсуждал с Лебединским дело Илона Шора. Кроме того, Илон Шор отметил, что давление на инстанцию также оказывал министр юстиции Фадей Нагачевский. Он пригрозил судям и прокурорам дисциплинарными взысканиями. Мы пытались получить комментарии министра юстиции Фадей Нагачевского, однако он не ответил на нашу просьбу. Пресс-секретарь президента Кармина Стерпу также не ответила на наши звонки. Ранее она заявила, что в службе не комментируют политические заявления. Депутат от политической партии «Платформа достоинства и правда» Юрий Рениц требует, чтобы генпрокуратура привлекла президента к ответственности. Также он настаивает на том, чтобы была инициирована процедура отставки главы государства. Депутат сегодня представил видеозапись с участием бывшего председателя ДПМ Влада Плохотнюка, президента Игоря Дадона и Сергея Яралова, одного из ближайших соратников Плохотнюка. Реницы утверждают, что все трое обсуждали передачу денежной суммы. Игорь Дадон, в свою очередь, прокомментировал ситуацию, сказав, что видео смонтировано и что этими действиями олигархи продолжают умстить ему за их отстранение от власти. Юрий Реницы утверждает, что решение антикоррупционной прокуратуры закрыть дело о финансировании ПСРМ является политически мотивированным. Чтобы продолжить расследование, есть достаточно доказательств, в том числе другие, ранее выложенные в сетях видеоролики. Не исключаю, что Игорь Дадон в этом случае действовал, как и с остальными прокурорами, которых он, вопреки Конституции, звал в свою резиденцию в Кондрице, чтобы повлиять на их решение, не возбуждать или закрыть дела, в которых он и члены ПСРМ фигурируют как подозреваемые в отмывании денег в особо крупных размерах и финансировании президентской кампании 2016 года. Поскольку ранее прокуроры не выявили ни в одной из обнародованных видеозаписей состава какого-либо преступления, Юрий Реницы говорит, что он предоставил видеозапись, где фигурируют бывший председатель ДПМ Владимир Плохотнюк, глава государства Игорь Дадон и Сергей Яралов, один из ближайших соратников Плохотнюка. Депутат утверждает, что в черном пакете, который находится в руках у бывшего лидера Демпартии, от 600 до 800 тысяч евро. Эти деньги предназначались для выплаты зарплат в конвертах членам партии социалистов Молдовы. Реницы говорит, что видео предоставили избиратели по одномандатному 26 округу в Кишиневе, среди которых есть прокуроры, судьи и полицейские. Реницы намерен подать заявление в Генеральную прокуратуру и передать эти записи. Кроме того, депутат призвал парламент начать процедуру отставки президента. Сам глава государства не остался в стороне и заявил в соцсетях, что видео является подделкой. Сегодня мы стали свидетелями новой серии все того же манипулятивного сценария по демонстрации смонтированных видеокадров, которые появились еще в июне прошлого года. «Я не знаю, что было в этом пакете. Все было просто пародией, созданной для записи», – отметил президент. Игорь Дадон намерен сам обратиться в прокуратуру и готов к новым атакам и к появлению компрометирующих материалов. Напомним, ранее уже были опубликованы видеокадры с участием Дадона и Плохотнюка. В одном из роликов президент просит денег на финансирование деятельности партии. На основании этих видео антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело о незаконном финансировании ПСРМ. Однако в начале марта представители прокуратуры объявили, что расследование будет прекращено ввиду отсутствия состава преступления. Чуть позже последовала реакция представителей Генеральной прокуратуры. Здесь заявили, что если осведомители о каких-то преступных деяниях хотят юридических последствий и делают это не только ради пиара или в интересах определенных групп, то нужно подать заявление в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом и обратиться в соответствующие компетентные органы. В учреждении утверждают, что рассмотрение жалоб на главу государства и расследование возможных совершенных им преступлений осуществляется или генеральным прокурором, или назначенным им же прокурором. Президент Игорь Дадон всегда брал взятки. По крайней мере так утверждает лидер нашей партии Рината Усатый, который заявил, что глава государства брал чужие деньги, даже когда он был министром экономики в правительстве Зинаиды Гречаной. Игорь Дадон брал взятки всегда, будучи министром экономики, вице-премьером во время правительства Гречаной. Он брал деньги тогда, когда мы были в оппозиции, когда мы здесь жили напротив президентуры, перед парламентом в палаточном городке. Он брал эти взятки после. Сегодня у Дадона очень большая проблема, потому что ему нужно будет объяснить, зачем он брал эти деньги тем, кто его финансировал в Москве. И тут, Игорь Николаевич, только ты знаешь, что тебя ждет. Рината Усатый повесил у здания администрации президента черный пакет, куда положил уголовный кодекс, призывая всех граждан последовать его примеру, называя пакет символом коррупции в Молдове. Политик попросил сотрудников молдавских спецслужб опубликовать аудиозаписи, в которых Игорь Дадон признал, что еженедельно получает от Владимира Плохотнюка по 2 миллиона леев на акции протеста в период 2015-16 годов, организованные перед зданием парламента. На вопрос об отношении главы государства к подобным заявлениям пресс-секретарь президента Кармена Стерпу ответила, что Игорь Дадон не комментирует заявления политических деятелей. Напомним, ранее лидер политической партии Шор Илон Шор заявил, что в черной сумке, которую он отправил Дадону, находилось 3 миллиона долларов в обмен на голоса трех депутатов-социалистов, которые проголосовали за Николая Тимофтья в качестве президента. А недавно экс-глава антикоррупционной прокуратуры Виарел Морарь подтвердил, что глава государства получил от Илона Шора 1,5 миллиона евро. Эти обвинения Игорь Дадон категорически отверг. Правительство начнет процедуру банкротства в отношении компании «Авиаинвест», которая управляет Кишиневским международным аэропортом. Об этом объявил премьер-министр Илон Кику после сегодняшней встречи с высшим руководством страны. По словам Кику, «Авиаинвест» не в состоянии рассчитаться по долгам, и из-за этого государство расторгнет концессионный договор. «Авиаинвест» опровергает заявление Кику и утверждает, что у компании есть деньги на счетах, но они заблокированы. Компания также опубликовала и доказательства копии банковской выписки и копии решения банка о блокировке денег. В то же время премьер-министр отметил, что процедура банкротства должна была инициироваться еще при правительстве Санду, когда долги компании превышали 100 миллионов леев. Ранее лидер ПДС Майя Санду говорила, что обратится в суд с требования к премьер-министру Иону Кику признать необоснованными обвинения в ее адрес. Компания «Авиаинвест» намерена обратиться в Международный арбитражный суд, заявляя о давлении со стороны властей и лично президента Игоря Дадона. На пресс-конференции представители концессионера сослались на последнее решение власти и на заявление Игоря Дадона о том, что готовится объявление о банкротстве концессионера Кишиневского аэропорта, а также на слова премьера Иона Кику о немедленном начале этой процедуры. Представители «Авиаинвеста» утверждают, что Игорь Дадон может добиться расторжения концессионного договора с Кишиневским международным аэропортом, поскольку власти по указанию президента уже предприняли ряд действий, ведущих к банкротству компании. Эти действия могут быть охарактеризованы как подлые и рейдерские методы, которые поначалу осложняли работу компании «Авиаинвест», которая и так была осложнена практически полной остановкой предприятия из-за действия коронавируса и разразившейся пандемии. Совершенно очевидно, что эти действия укладываются в определенный деструктивный сценарий и координируются на самом высоком уровне. Борис Салов утверждает, что решение властей заблокировать все счета «Авиаинвест» является частью сценария, и что хотя компания располагает необходимыми средствами для покрытия долга перед государством, власти сами же и препятствуют выплате, заблокировав деньги – примерно 4 миллиона евро. «Авиаинвест» не может получить 2 миллиона евро, которые готова выплатить компания «Эйр Молдова», чтобы покрыть свой долг перед «Авиаинвестом». То же самое происходит и с суммой в размере 1 миллион 750 тысяч евро, поступившими в другой коммерческий банк от одного из акционеров «Авиаинвеста», российского бизнесмена Андрея Гончаренко. Мы не можем их получить, поскольку и на эти деньги наложены аресты. В «Авиаинвест» отметили, что столичная мэрия отказала в разрешении на строительство нового пассажирского терминала с той целью, чтобы обвинить компанию в нарушении сроков исполнения инвестиционных обязательств. В компании подчеркнули, что давление со стороны властей вынудило их обратиться в стокгольмский арбитраж и не исключает обращения в другие международные инстанции, включая ЕСПЧ. Государство делает не что иное, как организует атаку на компанию, а это приведет к тому, что «Авиаинвест» лишат активов. Мы искренне верим, что судебные инстанции проявят стойкость, и политики не смогут ими манипулировать. Советник премьер-министра по связям с общественностью прокомментировал эту ситуацию. «Лучшая рекомендация для управляющих компанией «Авиаинвест» – это взять еще раз в руки консессионный договор и начать правильно управлять аэропортом». Пресс-секретарь президента Кармина Стерпу сообщила нам, что «воздерживается от комментариев на тему политических или экономических спекуляций». Советник по связям с общественностью столичного мэра Наталья Иксарь отметила, что прежде чем разрешать расширение аэропорта, местные власти дополнительно запросили у «Авиаинвест» согласие Агентства публичной собственности на начало строительства, и что это является обязательным актом, поскольку часть земли, на которой планируется разместить новый терминал, принадлежит агентству, а другая часть является муниципальной собственностью. Добавим, «Авиаинвест» стал консессионером международного аэропорта Кишинева летом 2013 года. Договор был заключен на 49 лет. В последние годы в аэропорту расширили терминал, модернизировали взлетно-посадочную полосу и систему освещения, была построена многоуровневая парковка. Недавно представители компании объявили о намерении создать около 9 тысяч новых рабочих мест и поддержки нескольких социальных проектов на сумму 100 миллионов леев. На деньги, выделенные акционерами, предполагалось, что средства пойдут на реализацию инициатив, направленных на поддержку граждан и улучшение их жизни. Консессионер международного аэропорта Кишинева «Авиаинвест» подает иск в Международный арбитражный суд против правительства Республики Молдова. В компании заявили, что потребуют возмещения убытков на сумму 885 миллионов евро. С заявлениями выступил директор «Камакс Авиаэрпорт» во время конференции. По его словам, рейдерская атака на аэропорт может стоить нашей стране почти миллиард евро. Директор компании «Камакс Авиаэрпорт» ЛТД Андреас Минилау, который принадлежит 95% акций «Авиаинвест», заявил, что в настоящий момент руководство страны, в частности президент Игорь Дадон, оказывает давление на деятельность компании. Минилау утверждает, что предполагаемые нарушения, которые якобы были допущены при заключении консессионного договора консессии аэропорта, абсурдны. Я настаиваю на том, что это вынужденное решение. Ни одна компания в мире не в состоянии осуществлять нормальную деятельность, находясь под постоянным и честочайшим прессингом со стороны государства на протяжении многих и многих месяцев. Акционер «Авиаинвест» напомнил, что консессионное решение всегда было поводом для провокационных политических заявлений, и что давление на компанию стало более жестким, когда после преобразования аэропорт стал одним из самых современных технически оснащенных и комфортных во всем регионе благодаря существенным инвестициям «Авиаинвест». Власти страны воспользовались пандемическим кризисом для того, чтобы переглядать глухих угроз к решителям действия. Я много лет занимаюсь от продавской практики в сфере бизнеса и инвестиций в разных странах мира, но с таким уровнем давления и подобных сталкиваюсь впервые. Владелец контрольного пакета акций компании отметил, что правительство грубо нарушило консессионное соглашение, решив взымать 50% комиссии за модернизацию аэропорта. Он также говорит, что последней каплей стало недавнее заявление Игоря Дадона на заседании Высшего совета безопасности. Тогда президент заявил, что «Авиаинвест» будет объявлен банкротом, что позволит расторгнуть консессионный договор. Андреас Минилау утверждает, что власти лишили компанию права на мирное урегулирование спора путем профессионального диалога и не оставили иного выбора, кроме как прибегнуть к обращению в Международный арбитражный суд. Мы приняли трудное, но вынужденное решение обратиться в арбитражный институт торговой фалаты Стокольм, сельском против правительства Республики Молдова, суть которого состоит в нарушении со стороны Молдовы Международной конвенции и незаконных действиях в отношении компании консессионера и ее учреждения. Сумма ископотного 15 мая составляет 885 миллионов евро. Советник премьер-министра по связям с общественностью прокомментировал по нашей просьбе заявление. Это не проблема со стороны государства, это их проблема. Они самым неуважительным образом не выполняют свои обязательства. Пресс-секретарь президента Кармена Стерпо отказала нашим корреспондентам в комментарии. Акционер Авиаинвест также заявил, что на счету в банке у компании 1 миллион 750 тысяч евро. Эта сумма больше, чем необходима для оплаты долга перед органом гражданской авиации, но деньги заблокированы. Были предоставлены копии банковской выписки и копии решения банка о блокировке денег. Кто-то теряет, а кто-то находит. Еще двое депутатов покинули ряды ДПМ. Василий Бытко и Геннадий Вердиш объявили, что присоединяются к ПРО Молдова. О своем решении они уведомили законодательный орган в официальном порядке. В социальных сетях народные избранники написали, что покидают партию, так как недовольны тем, что демократы сформировали коалицию с социалистами. Депутат Бытко отметил в соцсети, что, цитата, «веру в европейские ценности и любовь к стране нельзя купить ни за леи, ни за евро, ни за миллионы, как говорят те, кто отрекся от своих убеждений, и мы не знаем в обмен на что». Конец цитаты. Добавлю ранее, лидер ДПМ Павел Филипп сказал, что всем покинувшим партию депутатам заплатили за это. Однако он не подкрепил свои слова доказательствами. Также депутат Серджио Сырбу сегодня объявил, что все 16 примаров из Ниспаренского района покидают ряды ДПМ и присоединяются к Промолдова. Напомним, за последние несколько дней многие представители демократов приняли решение уйти. Некоторые присоединились к группе Андриана Канду, другие – к партии Шор. В настоящее время у Промолдова 12 депутатов, а у партии Шор – 9. Мужчина, который предположительно стал виновником аварии, произошедшей в ночь с субботы на воскресенье в центре Кишинева и в результате которой погибли двое человек, пробудет под стражей 30 суток. Столичный суд сектора Чиканы выдал ордер на его арест. Адвокат водителя утверждает, что на момент ДТП тот не был пьян. Сейчас мужчина в изоляторе. По данным правоохранительных органов, 27-летний водитель не впервые нарушает законы и пока неизвестно, с какой скоростью он ехал в ту роковую ночь. По данным полиции, водитель Ауди, предполагаемый виновник аварии – это 27-летний житель Кишинева. В момент столкновения в автомобиле рядом с ним находилась 23-летняя девушка. Пока неизвестно, был ли мужчина под воздействием алкогольного опьянения в момент ДТП. Сотрудники правоохранительных органов отказываются давать более подробную информацию, объясняя это проведением экспертизы. Полицейские лишь сообщили, что это не первое нарушение водителя. Тем временем в соцсетях появилась фотография молодого человека и видео самого ДТП. Пользователи утверждают, что авто двигалось со скоростью 180 км в час. И что водитель был участником гонки, победитель которой получал приз 50 евро. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть двух или более лиц. Кроме того, известно, что этот водитель в период с 2016 по 2020 годы совершил шесть нарушений, за что был наказан. На брифинге глава национального инспектората общественной безопасности заявил, что МВД проверит работу полицейских по Кишиневу и пригородам, где по ночам могут развлекаться стритрейсеры. Будут проведены служебные проверки. И если будет установлено, что полицейские покровительствуют этим гонкам, не вмешиваются в ситуацию, не препятствуют их организации и так далее, к виновным будут применяться санкции вплоть до увольнения из органов. Напомним, авария произошла в ночь с 16 на 17 мая на пересечении бульвара Штефана Чалмари и улицы Измаил. На камерах видеонаблюдения видно, что водитель автомобиля «Ауди» проигнорировал красный сигнал светофора и на полной скорости влетел в такси. От удара авто отбросило, и оно по инерции врезалось еще в два автомобиля, припаркованные у обочины. В результате столкновения 39-летний водитель такси и его пассажир, сотрудник Кишиневского исправительного учреждения номер 9, погибли. Виновному в ДТП грозит до 10 лет тюрьмы. Согласно статистике, за последние 4 месяца было зарегистрировано почти 300 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 69 человек, а 555 получили травмы разной степени тяжести. Руководство Аргеева обратилось к правительству с просьбой не вставлять палки в колеса в реализации инвестиционных проектов, тем более в разгар пандемии коронавируса, когда государство должно поддерживать экономику. С такой просьбой выступил председатель Аргеевского района Дину Цуркану на заседании Кабмина и руководителей районов, которое созвал премьер-министр Ион Кико. Мы проводим уличное освещение во всех населенных пунктах Аргеевского района. И наша просьба заключалась в том, чтобы в процессе государственных закупок, которые проводятся, мы не сталкивались с определенными трудностями. Сейчас мы видим определенный фильтр, который существует в Министерстве финансов. И об этом прямо говорил министр финансов, который признал, что определенные государственные закупки будут отфильтрованы. Мы потребовали, чтобы крупные инвестиционные проекты, которые осуществляются у нас в Аргеевском районе, не пострадали. По словам Дину Цуркану, до заседания, о котором, к слову, не сообщили прессе, была предпринята попытка подписания определенных заявлений о поддержке правительства Кику. Председатель Аргеевского района напомнил своим коллегам, что они собрались вместе для обсуждения острых проблем в стране, а не для политических подписей. Кроме того, цель заседания была рассмотреть развитие эпидемиологической ситуации в районах, а также экономических последствий от введенных ограничений и последствий гидрологической засухи. Обсуждали в том числе работу рынков и организации общественного питания. Премьер Ион Кику на заседании рассказывал об экономической ситуации в стране, поступлениях в государственный бюджет и о необходимости рационально расставить приоритеты расходов. На вопрос нашего телеканала советник премьер-министра по связям с общественностью Виталий Драганчу сообщил, что ничего не знает о подписанном заявлении в поддержку правительства. Но не исключает, что некоторые председатели районов могли выступить с такой инициативой. В то же время Драганчу уточнил, что Ион Кику на подобных встречах всегда выступал с конструктивными предложениями, которые не носят политический характер. Реализация социальных проектов в Аргееве поможет еще один спонсор. Речь об общественной ассоциации «Социальные проекты для Молдовы». Решение по этому вопросу приняли на заседании Муниципального совета Аргеева. На заседании Муниципального совета Аргеева, которое прошло в минувшую субботу, местные избранники проголосовали за два проекта. Так в Аргееве будет еще один спонсор, который поможет в развитии и внедрении социальных проектов в городе. Кроме того, был принят проект решения о внесении изменений в муниципальный бюджет на этот год. После переговоров мы заключили контракт с новым спонсором. До сих пор была ассоциация «Пентро Орхей». Теперь к помощи муниципе Аргеев присоединилась общественная ассоциация «Социальные проекты для Молдовы». Она поможет внедрить ряд проектов «Молдова – мой дом, материнский капитал». Депутат от политической партии Шор Марина Таубер, которая присутствовала на заседании, подчеркнула, что в муниципии и Аргеевском районе предприняты все необходимые меры защиты на период чрезвычайного положения. Так статистика по сравнению с другими районами довольно хорошая. Мы были первым городом, где тотальными мерами задали тон. После эти меры были взяты центральными властями в качестве примера дезинфекции. В Аргеевском районе до сегодняшнего дня зарегистрировано 134 случая заболевания и 8 смертей из-за коронавируса. За последние 24 часа 6 человек стали в Молдове жертвами COVID-19. Среди умерших и 55-летний хирург-эндоскопист, работающий в Бельской клинической больнице. 26 апреля он был госпитализирован в институт скорой помощи. На сегодняшний день общее число смертельных случаев 217. По последним данным, еще 78 человек инфицированы коронавирусом нового типа. 14 из них в Приднестровском регионе. Таким образом, общее число людей с подтвержденным вирусом COVID-19 – 6138, из которых 1400 – это работники здравоохранения. Коронавирусом по всему миру заболели уже почти 4 миллиона 800 тысяч человек, а выздоровели свыше миллиона 734 тысяч. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса. На сегодняшний день пятерка стран по количеству случаев инфицирования выглядит следующим образом. США, Россия, Великобритания, Бразилия и Испания. Примечательно, что в Испании и Италии впервые за два дня, за два месяца с момента введения жесткого карантина, число жертв опустилось сниже 100. И если в Европе пандемия идет на спад, то в Латинской Америке распространение COVID-19, похоже, набирает обороты. В Бразилии общее число летальных исходов составило уже почти 16 тысяч. Число инфицированных превысило 233 тысячи человек. Бельгийские врачи устроили коридор позора премьер-министру из-за ситуации с коронавирусом. Глава местного кабмина прибыла в больницу Брюсселя, чтобы обсудить вопросы борьбы с пандемией. Медперсонал выстроился по обе стороны дороги. По мере приближения машин-кортежа они стали разворачиваться спиной в знак недовольства решениями властей и отношением к системе здравоохранения в целом. В акции приняли участие около 120 сотрудников учреждения. Персонал недоволен распоряжением об обязательной сверхурочной работе, а также недостаточным финансированием в условиях пандемии. Добавим, что в Бельгии общее число зараженных превышает 55 тысяч человек. С 4 мая в стране началась поэтапная отмена ограничений. Президент Дональд Трамп заявил о значительном снижении новых случаев инфицирования вирусом COVID-19 в Соединенных Штатах. Ранее глава Белого дома озвучил возможные сроки появления вакцины от коронавируса. В Америке ее могут разработать до конца текущего года или даже раньше. Говоря о ходе разработки препарата, Трамп заверил, что дела в этом направлении идут очень хорошо. В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусной инфекцией. В Минздраве страны отметили, что состояние роженицы и младенца удовлетворительное. Они находятся дома под наблюдением врачей. В министерстве пояснили, что женщина заболела COVID-19 еще во время беременности. Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала распылять на улицах дезинфицирующие средства, поскольку такая мера не помогает бороться с COVID-19. Кроме того, это даже может быть опасно для здоровья людей, а само вещество дезактивируется грязью и мусором. Ученые из Гонконга в ходе эксперимента с хомяками доказали эффективность использования масок для снижения риска заражения коронавирусом. Исследователи направили поток воздуха от клеток с зараженными животными к клеткам со здоровыми. Если между ними помещалась маска, то передача вируса снижалась более чем на 60%. Если масок не было, то две трети здоровых хомяков заболевали в течение недели. Минздрав Украины позволит в этом сезоне работать морским и речным пляжем страны. После консультации с Институтом эпидемиологии инфекционных болезней было подтверждено, что морская соль и ультрафиолетовые лучи уничтожают возбудитель коронавирусной болезни. Тем не менее, посещать пляжи не рекомендуется людям старше 60 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями. Также обязательно соблюдение социальной и физической дистанции не менее двух метров. И никто не отменял правил личной гигиены. Отдыхающие должны будут использовать маску для лица, чтобы исключить передачу возбудителя. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Варсан. Далее вы узнаете, какой погода будет во вторник. Хорошего вечера и добрых новостей. В Кишиневе и Бельцах 19 мая будет 25 градусов тепла. В столице Молдовы ожидается дождь. В Бричанах 24 выше нуля. В Сороках, Флорештах и Леушенах плюс 25, без осадков. В Аргееве дождь. Температура воздуха, как и в Дубасарах, прогреется до 25 градусов. В Унгенах 27 выше нуля. В Террасполе пройдут дожди. Там будет 25 градусов тепла. В Камрате плюс 26. В Кагуле 24 выше нуля. Переходим к погоде за рубежом. В Бухаресте гроза и 23 градуса с положительным знаком. В Киеве 17 выше нуля. Пасмурная погода. В Москве плюс 11. Пройдут дожди. В Лондоне 24 градуса тепла. В Мадриде плюс 25. В Париже 23 градуса. В Риме также 23 градуса тепла. Ожидается гроза. В Берлине плюс 17 и дожди. В Афинах 31 выше нуля. Без осадков. В Афинах 31 выше нуля. В Афинах 31 выше нуля. В Афинах 31 выше нуля. В Афинах 32 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 выше нуля. Продолжение следует...